На самом деле, уже сейчас можно понять, что можно делать какие-то другие вещи. У нас перед нами уже есть страница, потому что я сделал уже сайт, но у вас нет. Поэтому кто-то пользуется фотошопом, поищите программы для планирования сайта. Может, неправильное слово подобрал. То есть, нарисуйте. Почему? Потому что отсюда все начинается. То есть, что вы будете, как вы представляете эту страницу. Это, наверное, вот так надо набрать. Создание прототипа сайта. Вот это правильно будет. Тогда вы найдете программы. То есть, их много. Сейчас мы этим заниматься не будем. То есть, поняли направление. Можете создать программу, поработать в ней. Иными словами, сделать то, что нужно сделать. Давайте немножко приведем в порядок нашу модель и наши вообще возможности, не возможности, а наши функции модели. Обновим. Перейдем в админку пока. Вот наша запись. У нас пока мало полей, во-первых. Давайте это исправим. То есть, по сути дела, это вам домашнее задание найти в документации, в документации по админке на сайте Жанга. Вот эти параметры, или в дисплей. В данном случае это список. То есть, отображаясь только title. Контент нет смысла отображать. Это будет много символов. Но, например, дату создания можно отображать. Далее. Дата обновления можно отображать. Автора. Можно отображать. Давайте обновим. Посмотрим, что у нас там. Где-то ошибку допустили. Угу. Вижу. Синтактические. Обновляем. Ну, все. Нормально. И у нас уже отображается больше полей. Да? То есть, то, что нам надо. Нам с вами конкретно надо еще несколько вещей. У нас тут две задачи. Во-первых, я вижу уже улучшения. Но сейчас мы их вносить не будем, потому что и так довольно сложный проект. Мы посмотрели. Сейчас я запущу. У нас есть пост. Да, 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 да. Ага. Я не вошел. Или это глюк? Нет, не глюк. Все нормально. Пост, да, да. Вот тут у нас извлечение по... ID. То есть, вот, пост 3 ID, да. Третий. ID 3. Так вот, мы, возможно, захотим что сделать? Добавить слаг. Для слаг у Джанга есть... Нам надо поля. И вот здесь мы легко найдем слагфилд. Обращаем внимание, что здесь по умолчанию стоит MaxLeg 50, то есть, можно не заполнять. И остальные опции. Работает, предлагает использовать автозаполнение. Это то, что у нас есть в админке. Да? Вот здесь. Если мы добавим слаг. Ну, давайте добавим поле слаг. Сразу улучшим. Слаг. Кому-то нравится, чтобы слова... Филд, но все равно мы отметим для себя, чтобы знать, что у нас это есть. MaxLeg 50. Сразу приведем миграции. Предлагает варианты. Ну, заморачиваться не будем. Просто у нас при извлечении URL добавился еще одна возможность извлекать по слаг. Будем пользоваться, не будем пользоваться, мы не знаем. Мы не заполняем сейчас здесь бланк истина, то есть, слаг должен заполниться, быть обязательным. Иначе, если он не заполнится, а мы захотим URL извлечь, то при незаполнении получится исключение. То есть, мы не ставим здесь бланк истина. Я сразу увидел вот здесь вот у нас возможное увеличение. Вот сейчас я вам покажу, почему еще важно работать с документацией на постоянке. Нам опять потребуется... А, нам потребуется... Сейчас посмотрим, что нам потребуется. Да, типа полей нам и потребуется. И вот мы давайте посмотрим. Вот бланк, да... И теперь, смотрите, ребят, я же не против... Я не против Google, да? Но в большинстве своем люди идут в Google, но и не идут в документацию. Да возьмите, вы просто сделайте. Вот так. А теперь используйте Google, посмотреть вариант, если вам надо. Так можно, но не обходите документацию. Хотя там все написано. На самом деле, я почему вам сказал? Если бы вы не смотрели документацию, вы бы не узнали. Но давайте посмотрим на наш сайт. У нас есть поиск. Вот нашел, да, белый аист? У нас есть поиск. И нам надо, чтобы поиск был как можно быстрее. Значит, что нам надо добавить? Абсолютно верно. Мы смотрим документацию и видим вот эту настройку. Где написано, есть ли истина. Для этого поля будет создан индекс базы данных. То есть, куда-то в другое место, кроме заголовка, нет смысла. Если мы, допустим, создадим индекс для контента, то, ребята, насколько же это место памяти займет? А для заголовка можно. То есть, по сути дела, будет создан индекс, иными словами, что-то вроде кэша, да, где будет быстрое обращение. Поэтому мы уже можем увеличить немножко скорость. Здесь написано при истине. То есть, все вполне понятно. Истинно, это значит, мы что делаем? Мы ставим запятую и добавляем. Здесь, кстати, они должны есть, быть. db-индекс присвоить значение истина. То есть, включить лишнюю скобку. После этого запустим миграции. Смотрите, у нас все равно он индексируется. Статику нам не надо запускать, это по этому. То есть, по сути дела, сейчас уже будет работать быстрее и увереннее наша база данных. Уже лучше. И у нас добавляется какая возможность поиска по слаг. Так, ну нет, по слаг это плохо искать. Там лучше уже в будущем добавить теги, да. Есть хорошее приложение. Слаг нам тут не надо. Можете добавить, если хотите, но я не буду добавлять. Так. И давайте так как мы добавили слаг, то нам надо, желательно, чтобы слаг заполнялся автоматом. Я пока не вижу. Ну, чтобы мне не вспоминать, я возьму поле. Так, стоп. Нам надо сейчас слаг филд. Я вас учу, что надо обязательно пользоваться документацией. Вот нам надо вот эта вещь. Я вам сказал найти админку, вот она сама нашлась. Все просто. Пока будет ВС-студия думать, мы за нее подумаем. А что мы за нее подумаем? Правильно. То есть автозаполнение. Это словарь. В первой части ключ как строку мы указываем наше название поля. Оно называется слаг. По значениям указываем, какое поле заполнять. Оно называется title. Тоже. А, title мы заполняем сейчас как кортеж, наверное. кортеж. И вспоминаем в кортеже, надо мы с вами проводили эксперименты, когда изучали Python, обязательно запятая, иначе будет другой тип данных. Список будет распознавать, или строку, я не помню уже, но поняли. Значит, посмотрели, и у нас как раз тоже title. Поэтому здесь значение кортеж. Дальше строка у нас идет title, и после title обязательно, чтобы указать, что это кортеж, ставим запятую. Здесь обязательно. Обновим. Мы можем получить исключение, вообще-то. я не знаю, что сказать, я же говорю, стараюсь как можно больше их получать. Так, это не тот сайт. Мы пока это еще ничего не написали. У нас же сейчас не заполнились, ну, сейчас посмотрим. Теперь, по сути дела, записи должны у нас вот слаг должен заполняться автоматически. Воробей. Воробей. Да, действительно заполнился. Нам еще потом у нас будет и пользователь заполняться. Так, где, где ты делаешь? Не вижу. Сохраните, смотрим. Белый аист. Ага, заполнила один. Мы же ставили тогда, да. второй раз не заполнится. Давайте попробуем все вот так. Второй раз оно уже не заполнится. Не будем сейчас выдумывать. Я не буду переводить на латыницу белый аист. Бусил напишем. Еще. Да, это правильно. Так и должно работать. С формами там надо будет при помощи библиотеки когда заполнять. Ну и то есть поняли. Потихонечку вот так я работаю с документацией и вы за мной работаем. Но с документацией. Почему? Ребята, вот здесь закончу над тем. То есть мы с вами немножко уже улучшили. Еще я понаписывал как улучшить, но это уже на будущее. А, у нас еще полей не хватает. По нашему. Где мы лайки будем сохранять? Да, нам и лайки надо, чтобы здесь были. Ну, сейчас это уже дальше. Ребят, смотрите важный момент. в чем заключается. Здесь на сайте в разделе разработка я рассказывал системе работы с кодом. Туда входит такая вещь. Смотрите, что мы делаем. Мы с вами идем от нашего кода, который нам с вами точно понятен, да, к документации. к документации. И я вам на примере DB индекс показал, да, что если бы мы не были документации, мы бы не знали. Но учитывая то, что у нас мы с вами подготовили порог к написанию сайта, подготовили порог к написанию сайта, который заключается в том, что мы с вами четко знаем, из чего состоит модель. Мы с вами разобрались, что это класс, модель имеет поля, поля имеют настройки, которые важно меняют поведение. Мы с вами вот DB индекс поменяли, создали индексы, да, заголовков. модель имеет мета опции, которые дают дополнительное разрешение, и так как это класс, здесь имеются можно методы, а методы мы будем писать в моделях, да, много. теперь мы четко понимаем, при работе с новым полем мы его можем найти, да, здесь, и знаем, что смотреть, что нам надо смотреть в поле что, это обязательные функции, либо что-то дополнительное, или было как, допустим, с примером, давайте мы не использовали image field, возьмем, здесь больше, да, то есть здесь мы тоже смотрим, да, все необязательные параметры, да, нет, но мы их можем заполнять, и дальше пишется, что еще можно заполнять, но здесь, допустим, здесь важный момент есть, это картинка, и видите, вот в джанге здесь ничего не написано, почему, потому что это к настройкам полей относится, если бы мы внимательно читали настройки полей, и заинтересовались бы ими больше, и взяли такую настройку, как нуль, мы с вами ее хорошо разобрали, то здесь есть интересная информация, избегать использования ноль строковых, chartfield, textfield, мы мы с вами поставили, почему, потому что я знаю, что да, оно будет работать, все, но это неправильно, я знаю, просто, что мы будем сейчас на поле редактора менять, то есть в базе данных создается пустая строка, а вот а вот а вот тут логика включается, да, на это есть здесь объяснение, здесь вот я ребятам еще рассказывал еще раньше в уроках, тут очень важны есть некоторые моменты, да, ну, во-первых, смотрите, по умолчанию нуль фалс, то есть не стоит, по сути дела, что делается в базе данных при ну-ка давайте-ка мы найдем это, вот видите, даже здесь написано нот ноль нот ноль нот ноль но у нас что нам надо title сейчас не ноль здесь есть одно исключение иными словами здесь надо запомнить, что просто фотографии числа обязательно ставить, потому что нет картинки поле пустое, да, но если уникальное поле у уники истина, то тогда ставится, потому что и бланк истина, иными словами, когда мы разрешаем запись не заполнять, но при этом у нас есть уникальность, вот здесь мы опять уже, видите, документацию посмотрел, и у нас кое-чего здесь не хватает, согласитесь, что будет, когда слаг филд будет одинаковый, что будет, а как джанга будет искать, по слаг, а вот тут ребята, смотрите, опять, 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 вот показываю, смотрите, опять, что, база, заключается в том, что мы, когда изучали уроки по извлечению URL, и здесь мы рассматривали, как работает URL, отличие от absolutа, от слаг, там разобрали, что там идет поиск, ну и что за поиск получается, если у нас в данном случае получается слаг может быть одинаковый, давайте проверим, так, давайте попробуем проверить, воробей, вот у нас есть, проверяем, воробей, да, создаем пост, и еще один воробей, и сохраняем, дал сохранить, но ребят, плохо, плохо, извлекать, конечно, можно обойти, ID добавить, но это плохо, править надо сразу, добавляем что, уникальность, истинно, только давайте то, стоп, ту запись вредную удалим, иначе сейчас нам будет делов, не удалим, а мы сейчас вот так, воробей 2 сохраним, тогда все нормально будет, добавляем, ведь слаг нам надо, чтобы был уникальный, тогда поиск улучшится, уникальность истинно, проводим миграции, хотя можно просто обновить, но пробуем, смотрите, как все просто, знания, где наш воробей, так, воробей, воробей, 3, пробуем, ага, а чертов 2, а вот давайте воробей 3 поставим, сохранится, теперь сидим и думаем, а нам надо, чтобы Иван Иваныч, Иван Матвеевич написали одинаковые заголовки, может надо, может не надо, думайте сами, да, то есть по сути дела, если посты будут одинаковые, а может об одном, в общем, думайте сами, ведь мы можем и пост здесь уникальность поставить, и тогда уникальный, но я думаю, что не надо, разные люди могут об одном и том же писать, будут разные авторы, итак, еще раз вам показал важность документации, еще раз рассказываю простую вещь, мы идем от нашего кода к документации, а не наоборот, но при этом мы с вами подтянули то, что настройки полей, если бы мы их не видели, то вряд ли мы об них вообще знали и задумывались, теперь вам уже скорее всего понятно, какие настройки, для чего и что они делают, и уже в принципе пошел обратный эффект, вот он кайф, да, от программирования, когда мы смотрим документацию, понимаем, что там написано, просто пользуемся ее возможностями, этот навык надо нарабатывать, это я говорил в системе работы с кодом, когда мы говорили, есть такой пункт, идите от своего кода к документации, как правило, что делают люди, свой код не пишут или пишут, дальше идут только в Google, минуя документацию, вот это я не поощряю, я не против Google, я против того, чтобы была документация проигнорирована, ребят, это путь в никуда, программист это командная строка, программист это документация, чтение, написание документации и так далее, ну что ж, скоро уже надо переходить дальше, будем к платным урокам, нам еще кое-что рассмотреть, пока все, мы и так много уже, да, я хочу, чтобы вы просто научились вот размышлять, только мы в данном случае размышляли поведением, да, думали, да, добавили, посмотрели, это, этот процесс будет идти постоянно у вас, смотрите, была какая модель, стала какая модель, здесь могли сортировку, менеджер бить, тут много чего еще можно в метав бить, то это все потом, дальше, при улучшении, пока надо, чтобы вообще работало, ну, все пока, уже неплохо, так что, писать будете, никуда оно не денется, пока